Привет, зрители, снова. Я вчера с тобой забыла попрощаться. Я вчера сюда ходила по нужде, не по той, по которой ты мог подумать своим извращенным мозгом. Но только как у меня хреновое зрение, то я была, во-первых, без камеры, с хреновым зрением, и не увидела ни черта то, что надо. А сегодня я решила взять камеру и глянуть на приближение. У нас была грозень, у меня потекла в двух местах крыша. Не сильно, конечно, так, а что у меня бесплатно? У меня тут платочка, так, подожди-ка, зритель. Есть платочек, нашла в другом кармане. У меня рюкзак отказывает в плане, ну, короче, немножко дает богам душу в том плане, Ну, знаешь, что у него обдирается слой, который водоотталкивающий. Ну, этот рюкзак прилично живет уже. Там есть береза какая-то сухая. Я какой-то раз тут гуляла с подругой, и она сказала, что это сухая береза. Это я ее вижу. Завтра я метюсь в Прилуке. Наверное, будет как-то немножко, наверное, освободить что-то на этой камере. Но хочу ее взять и другую. На какую-нибудь да поснимаю. Там будет какой-то праздник. Вон, с полдвенадцатого будет. И надо это где-то, ну, часов 10-40 где-нибудь выехать. Чтобы к одиннадцати туда прикатить, взять с собой полторашку воды кивой. И я надеюсь, там будет в магазине хоть такое съедобное. В идеале бананы. Я бы купила бананы и между делом пожрал. Потому что там вся эта программа до половины пятого, что ли. Почти не до пяти. Включительная. Вроде как экскурсия по церкви. Плюс на колокольню. Но на колокольню я не пойду. Скорее всего. Потому что у меня будет круть-круть голова. Мой охотник ушел погулять. И так увлекся, что домой некоторое время не приходит уже. И я вчера здесь ходила, ее звала. И на кусту, на котором в прошлом году она шарахалась. Там, короче, кто-то сполз, но не дошел до меня. А так как я слепая курица, то я не разглядела, что там такое. Ну, как бы моя, не моя охотница была. И коты, и кошки одиноко в 4 утра, в 5 утра, в 6 утра, в 9, в 11. Орались у моего дома без нее. А она где-то тут ошивается. Просто загул она принесла мне крысу большую. До этого принесла мышку, маленькую обычную мышку. А здесь ей нравится гулять в последнее время. И вот я не знаю, где она. Сначала я спаранойила все возможные негативные сценарии, продумала. А потом подумала, почему я вечно паранойю. Не попробовать ли в позитив. Поверить в кошку, в то, что она даже на крышу тут ее загоняли. Другие кошки на мою. Она наш дом. И она вышла победителем. Что она все-таки где-то живая, здоровая. Просто охренела малость. И шарахается тут в ловле крыс и мышей. А она же кошка-крысоловка. Поэтому я очень надеюсь, что она нашляется. И к моему отъезду отсюда придет сюда домой. Слегка похудевшая, я так понимаю. Ну, потому что бегает, прыгает. Не мстит же она мне за то, что мы уезжаем потом в город. И она дома сидит без улицы. Она добрая кошка. Проживает. Я вчера даже тут свою музыку новую включала на телефоне. Потому что когда я ее записала, а потом прослушивала, кошка была со мной на кровати. Она ко мне на эту музыку подошла. Я поняла, что она ей понравилась, эта музыка пианиноная. И вот я тут включала в надежде, что кошка услышит. Понятно, что хозяин переживает и придет. Позавчера тубареточка была уронена. Ну, как вот если бы она когда в окно иногда прыгает. Когда ее гоняют или приходит попить воды домой. А потом это выпрыгивает. И табуреточка сейчас не очень ровно стоит. И иногда она падает после того, как кошка отпрыгнет. Я подумала, может она давала мне, знаете, типа хозяинцам. Но все в порядке. Просто я тут это, шаляюсь. Потому что там где-то появились мыши. Ведь в начале-то лета и в мае мышей не было. И она страдала, что мышей нет. Что кое-где там мышку какую-то вылавливала. Там такой кусок травы, будто бы какой-то прудик. Будь я в резиновых, я бы за тут дошла. Но я бы соножку. Меня еще три дня назад спякнула пчела. Ну, рука уже почти отошла от опухоли своей пчелиной. Ну, интересно, это место травяное. Было бы не так жарко, я бы сейчас сюда вернулась, а с резиновыми. Буду знать, что там такое местечко интересное. В следующий раз приду в резиновых или резиновый с собой притащу. Вообще в резиновых я хотела бы пройти вот здесь. И вон там. Ну, у меня дома 20 градусов на улице, 26. Вчера было 27 с половиной. Когда была гроза, было 19 на улице. Короче, вот. Я сначала прочитала комменты, была такая на панике. Хотела ответить. Даже написала в чатик в телеге со скриншотиком. А потом подумала, что я паникую, вдруг животное придет. Удалила, пока никто там не прочитал еще. И решила, что нефиг обращать внимание на негативных идиотов, которые срут в каменты по поводу моих молочных зубов. Ногтей, которые с 6 до 26 лет не росли. И только после ветвянки стали расти. И просто как бы, ну, их все меньше и меньше этих негативных идиотов. Может, им перестает нравиться срать в каменты. Может, у них что-то в жизни хорошее случается. А у тех, у кого не случается, вот я, блин, второй раз туда прихожу. Точнее, в прошлый раз я вчера тут была. Я думала, что в следующий раз пойду, возьму еще пакетик, соберу нужной травы. Вот я опять верила пакетик. Даже не подумала на этот счет. Раньше тут косили, можно было так вот конкретно пройтись туда вот, выйти в дороге. Если туда подальше, можно вообще совсем по полю к речке выйти. Вот, кстати, у меня один из мыслей таких. Однажды туда пройти по течению речки, понять, где она там вылазит. Ну, к прямику она, конечно, вылазит. И внутри круга нет медведя. И днем кабаны не шарахаются. Туда дальше, глубже, 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 глубже. Ну, вот, может, приедет сюда еще раз моя подружайка. А, не, не подружайка. Подружайка в хорошем смысле, подружка. Подружайками я называю тех, которые вот эти, ну, доуличные мрази. Короче, приедет сюда моя подружка. Они вроде как семейкой счастливой собирались, когда тут холодно будет приехать, печку потопить. Воздух ее мужу печной хочется унюхать, когда холодно. А вдруг они припрутся вот так просто еще раз. Мы бы сюда с ней сходили. Или всей их семейкой. Там дитё, правда, маленькое. Она будет, ну, еще долго идти. Но они могут порисовать снова со своим дитем. Папик с дитем. Дитем называют папик с папиком. Даже объяснила, почему. Но это тайная тайна. Могу сказать только в личных сообщениях. Короче, а мы с подружкой где-нибудь тут пошастаем. Благо подружка, так же, как я, любит по таким местам всяким шастать. Она тут даже в дом Полянского собиралась заглянуть. Но так как там пола нет. Ее не смучало, что там пола нет. Ее смущало, что на голову может как-то свалиться. Но там потолок, мне кажется, плотный такой. Можно даже на чердак при случае залезть. Была плесница. А вот пол практически везде отсутствует. Сейчас я только с одной камерой. Чисто потому, что на ней большое приближение. Блеский родственник не знает, что там за дом. В метрах 500 правее от Селюхина. И в метрах 500 от нашей деревни. Которую я на приближении снимала. Тут жопы с ушами летают. Не то, чтобы я их перестала бояться мерзкими. Они мне не перестали казаться. Но близко их тусение рядом со мной. Я уже как-то более-менее могу пережить. А, сейчас в обморок шмякнусь. Или забоплю валить отсюда бабочки. Но я была бы рада, если бы они отсюда свалили эти бабочки. Обменяю всех бабочек этого поля на свою кошку. Я согласна даже, что эта кошка будет на раз в три дня сваливать, ловить этих мышей. Потому что ее тут не гоняют. Эти коты, на удивление, сюда не шаствуют. Но, блин, это... Я сейчас скучился по кошке. Там какой-то куст я увидела. Дуб, не дуб. Лев, не лев, пес, не пес. На человека тоже мало, что-то вспомнилось. Сказка у костра. Мне сегодня даже под утро снилось. Уже, когда я отрубилась обратно. После того, как поняла, что на ногах я листаю. Уже на пледике. Что кошка пришла. Что какой-то человек у меня на кухне шарахает. Я говорю, о, кошка пришла. Будем считать, что она гуляет где-то. Когда выложу это видео, не удивлюсь, если камень-то в 30 будет от тех, которые меня хейтили, когда Тишка помер. Ну и да, мне раньше можно было... Ну, проезжали, тут же косили. Дорожка была такая, тропочка. Можно было к этой башне водонапорной подойти. А сейчас вот тут только остатки. Потому что родственник помогал охотникам, у которых дом сгорел. Развозить мусор. Потому что они там типа строить собираются. Чего-то заново. Хрен знает когда. И здесь как-то он разворачивался. Сюда зачем-то подъезжал. И тут следы слегка есть. По которым я иду. Но туда, куда надо, их нет. Хотя мы туда с подружкой проходили. Почти зашла до этой водонапорной башни. Отрублюсь пока.